Рой Мяч, фу ты, банка, вылетела как раз между ними, значит гол Внимание, опасность Ну вот и поиграли Зато победили, бежим Ожидаются кислотные дожди, немедленно пройдите ближайшее укрытие Повторяю Опасность Ожидаются кислотные дожди, немедленно пройдите ближайшее укрытие Повторяю Скоро будем ставить палатку и осматривать наш первый пункт остановки Ну да, подумать только, Альфа Центавра, сколько, говоришь, мы сюда летели? 20 лет примерно, как один день, правда? Для кого-то словно целая жизнь Да, но после того, как провалилось терраформирование планет у нас дома, что нам остается? Роин, мне кажется, ты недооцениваешь важность нашей миссии Наша миссия, протокол 2790, по поиску подходящих для колонизации планет Состоит из 30 экипажей самых подготовленных космонавтов Отправленных к самым перспективным звездам и, к слову, оборудованных самым невероятным по своей мощи и харизме искусственным интеллектом Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, Итан? Лучше напомни мне, что нам известно об этой звездной системе Два компонента, Центавра А, она же Ригель Кентаурус, и Центавра Б, она же Бунгула, очень близки друг другу, и вместе являются третьей по яркости звездой Обе вращаются вокруг общего центра масс по эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,52 и большой полуосью 23,4 астрономической единицы Период обращения около 80 лет Третий компонент звездной системы — Красный Карлик Проксима Центавра или Альфа Центавра С Толиман, который находится примерно в 0,21 световых года, от двух центральных светил системы Эти три объекта являются ближайшими к Солнцу звездами Период обращения Проксима вокруг Центавра А и Б составляет около 547 тысяч лет Наша первая предполагаемая цель — Центавра Б — оранжевый Карлик с массой 0,93 и радиусом 0,86 солнечных На ее орбите ранее предполагалась Альфа Центавра Б — гипотетическая экзопланета, относимая к классу суперземель Однако последние данные… Да ладно, это все устаревшие 20-летние данные Земли Но мы-то сейчас тут Ты же можешь уточнить информацию по наличию планет Это предполагаемая планета, про которую говорит эта болтливая железка Даже если она есть, находится слишком близко к родительской звезде Да к тому же, скорее всего, в приливном захвате Я думаю, нам надо в первую очередь обратить внимание на возможные планеты, которые находятся в зонах обитания звезд Не волнуйтесь, мягкотелы Это плановая проверка систем пожарной сигнализации Итан До сих пор не могу привыкнуть к этому имени Почему ты его переименовал, Роин? Да скучно было, когда проснулся Все-таки 7 месяцев в одиночном плавании С этой болванкой на пару Я, к слову, от скуки переименовал его в кожаного засранца Так что мы квиты Хм, где он всего этого набрался? Похоже, пока вся команда была в анабиозе Ты с ним 7 месяцев вел философские беседы и рассказывал ему байки Хм, ну почти К его юмору нужно просто привыкнуть Итак, что мы имеем на данный момент? Существование экзопланеты Альфа Центавра Би Предположительно обнаруженной с помощью спектрографа Харпс С методом Доплеровской спектроскопии не было подтверждено позднее Да, и как я говорила ранее, она все равно Предположительно находилась слишком близко к Солнцу Звезде Точно! Так вот, ранее компьютерное моделирование Показывало возможность формирования планеты в пределах 1,1 астрономических единиц от Центавра Би А также то, что орбита этой планеты может оставаться стабильной не менее 250 миллионов лет Что значительно повышает наши шансы А как насчет обитаемой зоны? По первоначально имеющимся данным она составляет от 0,5 до 0,9 астрономических единиц Что несколько расходится с компьютерным моделированием предполагаемой орбиты планеты Это так, но это ведь приблизительные расчеты выполненные дома Точно мы узнаем только после проверки Итана Кстати, что интересно, так как у нас с тобой можно сказать двойная звезда Если не считать находящуюся на отшибе Проксиму Центавра То наша предполагаемая гипотетическая планета будет испытывать влияние на климат второй звезды Центавра А Правда раз в 70 лет, когда будет летать в гости Кира, а какие данные по Проксиме? Какие там шансы? По предстартовым данным подтверждено нахождение в обитаемой зоне планеты Проксима Центавра Би С периодом обращения в 11 суток Но миссию для ее изучения, не говоря уже о колонизации Я лично считаю чрезвычайно опасной Мы просто прогорим Скептик, да? Ну а что ты ожидал услышать о шансах на колонизацию планеты Вращающиеся вокруг вспыхивающей переменной звезды Которая может резко поменять свою светимость в несколько раз во всем диапазоне От радиоволн до рентгеновского излучения буквально за несколько секунд На мой взгляд, будет чудо, если мы там обнаружим какое-то, пусть даже минимальное присутствие воды и остатки атмосферы Даже если принять как факт, что это все когда-то там было ITN 961, что скажешь? Ох, я Итан Капитан Пора бы уже это запомнить Что бы этого роина? Итан, что скажешь хорошего? Нам удалось вытянуть счастливый билет Только коротко Объективные данные противоречивы И требуется подробная исследовательская миссия для изучения планет Анализ показал, что Альфа Центавра А и Б Обнаружены две планеты, сопоставимые по размерам и массе с земной И находящиеся в зоне обитания звезд Однако биомаркеры не показывают признаков наличия на них жидкой воды Стабильные магнитные поля не зафиксированы Поэтому лететь задрав лапки не рекомендую Так же подтверждена планета в системе Проксима Центавра Точные размеры массы неизвестны Зона действия моих приборов не позволяет делать точные выводы об этом объекте Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Две планеты совсем рядом с нами и одну на отшибе Из двух, которые у нас под боком, для полноценной колонизации ни одна не подходит Проксима Центавра Б, та что на отшибе, вообще темная лошадка Капитан, позвольте я выскажусь Считаю исследовательскую миссию к Проксиме не просто ошибкой, а опасной ошибкой Мою мотивировку, я думаю, объяснять не надо Она подробно изложена в моем предварительном докладе по этой системе Отправка автоматической станции к этой звезде будет наилучшим, самым разумным выходом в сложившейся ситуации Итан, вообще-то ты у нас бортинженер Кира, пусть и очень хороший, а астробиолог у нас Айзек Но мы учтем твое мнение Итан, занеси в протокол мнение члена экипажа 005 Садись Напоминаю, что сейчас мы ведем официальный протокол совещания Поэтому прошу, представляйтесь перед тем, как высказываться Айзек, астробиолог, член экипажа 008 Роин, сколько займет полет автоматической станции до цели? Роин, навигационный инженер, член экипажа 002 Если мы будем использовать гравитационный маневр вокруг парных звезд, то это около минимум 7-8 месяцев в один конец Точнее скажу, только после полноценного расчета Вот, а это 14-15 месяцев ожидания, если повезет В случае штатной работы зонда, конечно За это время мы могли бы, не подвергая себя риску, спокойно обследовать систему двойной звезды Член экипажа 001 Капитан Кира, но ты ведь понимаешь, что наша миссия состоит не столько в изучении всех посещаемых системы планет, сколько в поиске нового дома для всего человечества А лично я понимаю сейчас, что там хотя бы есть шанс, который преступно упускать Даже на момент нашего старта не утихали споры вокруг этой планеты И я соглашусь, что вспышки родительского светила могли полностью убить планету Но ты же знаешь, что находясь тут, и тем более дома, мы не можем с тобой полностью быть уверены в том, как и где была сформирована эта планета К примеру, она могла мигрировать ближе к звезде с более дальней орбиты Иметь ранее плотный водородный слой атмосферы Иметь колоссальные запасы воды в десятки раз превосходящие земные А тебя не смущает близость орбиты планеты к звезде? Звезда достаточно мала, всего в полтора раза больше Юпитера, так что нет Что ж, мнения в целом понятны Предлагаю проголосовать Кто за экспедицию к Проксиме? Да, 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 давайте голосовать Стоит ли нам лететь за отличной полноценной порцией радиоактивного межзвездного загара? 8 против 1 Роин Итан Прокладывайте маршрут Давайте пробежимся по деталям нашего плана Мы аккуратно снижаемся до высоты в один километр над поверхностью Аккуратно Производим замеры радиоактивности Ищем площадку для приземления Роин Да, мы постараемся по максимуму скоординировать все ваши действия с орбиты И не забудьте, что если радиационный фон слишком высок, не стоит рисковать Будьте на связи А мы, в свою очередь, будем внимательно отслеживать телеметрию шаттла и поверхность звезды Кстати, Кэп, я, конечно, понимаю Роин отвечает за навигацию Окей Кира бортинженер Но я-то астробиолог Почему я остаюсь на корабле? А как же Это маленький шаг для человека, но огромный для человечества Кстати, между нами девочками я рассчитывал быть у этой красотки первым Ты, как маршал, на поле битвы будешь царить сверху и следить за четким выполнением протоколов исследования Планет, думаю, еще на всех хватит, а вот на первой я рисковать тобой не буду В конце концов, со мной еще пять верных рыцарей круглого стола Так что будьте молодцами Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Группа поиск 1 Прошло два часа Необходимо, согласно регламенту, выйти на связь с базой Атмосфера непригодна Но на планете В удалении от нас видна Удаление Неба В количестве Изменение параметров Повторяю 001 Прием Группе поиск 1 Немедленно Завершайте экспедицию Повторяю Немедленно Завершайте экспедицию 001 Плохо слышу У нас тут изменения по приборам Ну же Надо как-то подать им сигнал Уже сделано Внимание Экипаж Зафиксированная опасность Всплеска светимости ближайшего светила Расчеты Показывают Время принятия решения не более 90 секунд Расстояние до звезды Итан Быстро 7 миллионов 250 тысяч километров Вспышка достигнет нашего местоположения примерно через 25 секунд после возникновения Необходимо срочно эвакуировать экипаж с планеты Возможности наших судов и обстоятельств ограничены Время принятия решения 60 секунд Капитан Немедленно возвращайтесь на корабль Ожидается вспышка Плохо слышно Плохо слышно Плохо слышно Не разбуду Герои 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 И тем более стартовать у них не было. Мне очень жаль. Телеметрия спускаемого шаттла отсутствует. Столько ошибок. Что мы натворили? Провалили задание на первой же планете. Это конец. Я же всем говорила. А теперь... Капитан, экипаж, все погибли. Мне очень жаль. Член экипажа 005. Напоминаю вам, что пока жив хоть один член экипажа или не достигнута цель нашего поиска. Миссия не может считаться завершенной. И должна продолжаться. Даже не попробуем их найти? Я переживаю, Кира. Очень переживаю. Герой, он уверен, тоже. Но надо быть разумным и сохранить то, что осталось. У нас больше нет права на ошибку. Пойми. Даже если сохранились какие-то останки корабля и летел, радиационный фон наверняка зашкаливает, и мы только подвергнем себя избыточному риску. Осторожничаешь. Где же раньше была твоя осторожность? При всем уважении, Кира. Я склонен согласиться с оценкой ситуации членом экипажа 008. В данном случае самым рациональным выходом является покинуть данную систему и приступить к выполнению следующего этапа нашей программы. Уверен, капитан так бы и поступил. Итан прав. Проксима Центавра уже скоро начнет снижать яркость. Нам надо продолжать выполнять программу полета. Итан, может быть ты и все-таки скажешь? Сколько нам лететь до следующей остановки? Десять. Сто. Тысяча лет. Имеется ли для тебя какая-то разница? Время для вас все равно относительно и пролетит мгновенно. Спи спокойно, дружище. Об остальном я позабочусь. Ясно. А на земле, наверное, где-то снег идет. Ясно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok